Библейский портал экзегет.ру представляет В рамках проекта, представленного порталом экзегет.ру, мы продолжаем разговор о Евангелии от Луки, 12 глава. Она достаточно пространная, и поэтому мы постараемся только, может быть, самые важные, самые ключевые точки выражения, которые мы можем в этой главе обнаружить, сейчас обозначить. Как и в конце 11 главы, здесь в начале 12 Христос говорит о фарисействе как о таком религиозно-культурном феномене современной его жизни и предостерегает своих учеников, говоря, берегитесь закваски фарисейской. Потому что в каком-то смысле фарисейство – это очень естественная вещь, порожденная, ну, скажем так, человеческой природой. Но Божья правда и Божье призвание все-таки в другом. И вот, обращаясь к ученикам, Господь говорит о том, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Потому что фарисеи по большей части подразумевают, что есть тайное знание, которое позволяет им жить или вести себя по-другому, иначе, чем окружающим. Надо сказать, что вообще идея тайного знания в человеческой религиозности чрезвычайно распространена, и это одна из самых вредных и глупых идей, которые вообще бывают на белом свете. Но Христос говорит о том, что реальность одна. Бог существует в той реальности, в которой мы живем, и нет никаких потаенных закоулков бытия, и нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Продолжая расшифровывать, он говорит ученикам, и то, что вы скажете во тьме, будет услышано во свете. Будет услышано, потому что так Бог устроил этот мир. Это довольно важная вещь, которая влечет за собой следствие. Одно из следствий, которые Иисус обсуждает с учениками, это необходимость для нас согласиться на то, что мир таков, как Бог его устроил, согласиться на то, что добро и зло отличаются в этом мире, в этой жизни так, как Бог их отличает. И в следующем абзаце Господь говорит о том, что кто скажет хулу на Духа Святого, тому не простится. Это ведь пугающее заявление. Есть, по словам Иисуса, вещи, которые не простятся. Что это такое, люди часто пытаются понять, задают себе вопросы, и обычно большинство приходит к выводу, что отрицание самой по себе возможности прощения, когда человек не соглашается на то, чтобы прощение было в этом мире, когда человек считает, что прощение – это плохо, а жалость – удел слабых, и помилование тоже меня не интересует. Вот, собственно, это и есть несогласие на то, каким Бог устроил этот мир. Он устроен на сострадании, на любви, на прощении и на великодушии Бога на самом деле. В основе бытия всего мира лежит то, что, глядя на него, Бог говорит – да, пусть он существует. И если ты, глядя на тот же самый мир, говоришь – нет, мне он не нравится, я не хочу, чтобы в нем было вот такое добро, и прощение, и сострадание, и великодушие, и любовь – ну, это становится тогда препятствием, которое Бог не может преодолеть. Ну, скажем так, в самом первом приближении. На самом деле, конечно же, эти слова значительно глубже и, наверное, сложнее, чем мы можем себе представить. Далее, евангелист Лука помещает в 12 главе тоже, на самом деле, очень важную вещь, замечательную совершенно историю. По-видимому, таких было немало, но вот запомнилось ученикам, была записана вот эта история, когда пришел к Иисусу некий человек и попросил, чтобы Господь вмешался в его имущественные споры с родственниками. Ну, вещь, казалось бы, достаточно естественная, бывает всегда в любой культуре. Есть родственники, у них есть имущественные споры. И вот на это Господь, отвечая, говорит следующее. Во-первых, он категорически от этого отказывается и говорит, кто поставил меня судить и делить между вами. Это ведь очень серьезное заявление. Он не принимает на себя решение тех проблем, которые мы призваны решать сами. Ведь это проблема, кто из нас в чем будет друг другу уступать. И никто за нас не может это сделать. Никто не может это сделать за нас. Это в каком-то смысле такая же безвыходная ситуация, как только что была в разговоре о Холина Духа Святого. Если вы сами не найдете общий язык и не уступите друг другу, этого никто не может сделать. И еще одно исключительно тоже важное заявление. Дальше здесь делает Господь, говоря, жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Интуитивно мы, в общем, с большим трудом соглашаемся с этими словами Христа. Потому что чаще всего наша жизнь такая трудная в чисто материальном отношении. Ну, понятно, что у всех по-разному. Но все-таки в большинстве случаев либо она в самом деле трудная, либо нам кажется, что она трудная. И суть дела от этого не меняется. А важно, что вот еще немножко, и мне будет значительно лучше и легче жить. Господь говорит, нет, ни богатство не облегчает жизнь, и ни бедность не затрудняет ее. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения. Хотя, конечно же, все это имеет значение и пропитание, и все, что с этим так или иначе связано. Но жизнь в каком-то другом пространстве, она вообще не зависит от этого. Не так легко это понять, еще труднее на это согласиться. Но, тем не менее, слова Иисуса в данном случае вполне понятные и определенные. И, поясняя свою позицию, Иисус дальше рассказывает притчу о человеке, который копил-копил-копил какие-то несметные запасы, а потом Бог говорит ему, безумец, всю ночь душу твою возьмут от тебя, и что ты возьмешь с собой, и кому это все достанется. Да, вот это действительно разговор о том, что по-настоящему имеет отношение к вечности, что по-настоящему, условно говоря, продолжается, простирается из нашей сегодняшней жизни в жизнь в вечности. И снова по-другому показывая позицию Иисуса по этому вопросу, дальше евангелист Лука приводит разговор Христа о том, что душа больше пищи, тело больше одежды, и не об этом надо заботиться. И он говорит, рассказывает нам о том, что Иисус сказал, Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Знает. И, собственно, задача наша – искать, в первую очередь, Царство Небесного. Молитва – это не способ перечислить Богу список того, в чем мы нуждаемся. А это, в первую очередь, путь, на котором мы выражаем свое согласие на то, чтобы воля Божья была главной, доверие Богу. Что по-настоящему для меня важно – Бог или то, что от Него можно получить? Вот Господь говорит, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Дальше, продолжая, в общем, тот же самый разговор, Господь, по крайней мере, мы не можем быть уверены, что это впрямую продолжение одного и того же разговора, и, скорее, даже нет, чем да. Но все-таки евангелист Лука помещает здесь, именно в качестве продолжения, призыв Христа к бодрствованию, к тому, что для нас важно быть готовыми к встрече с Богом. И это возможно, если действительно Бог для тебя ценность номер один – сокровище. Сокровище. И где наше сокровище, там и наше сердце. И поэтому, говорит он, важно, чтобы во всем протяжении нашей жизни, не только в какие-то отдельные моменты, которые мы для этого выделяем. Необходимо быть готовыми к этой встрече с Богом, потому что в конечном итоге, сколько ни готовься, это всегда будет происходить для тебя неожиданно. И только если ты по-настоящему ценишь Бога, уважаешь Его и внимателен к Нему, тогда эта встреча станет для тебя радостью, а не сокрушительным поражением. И здесь Господь предлагает своим ученикам притчу, собственно, именно ученикам, потому что Петр его спрашивает о том, ты кого имеешь в виду, говоря о готовности, говоря о том, что вот надо быть, надо бодрствовать и быть готовым. Ты имеешь в виду вообще всех или именно нас, твоих учеников? И Иисус говорит притчу, суть которой сводится к тому, что кому много дано, то с того и много и спросится. Помимо всего прочего, обратите внимание, что Иисус в этом разговоре категорически отказывается мерить всех одним аршином. Он говорит о том, что меры, которыми дается людям, которыми люди способны принять те или иные дары или призвания Божьи, и меры спроса с каждого человека вообще свои. Это на самом деле ведь потрясающая вещь. Это свидетельствует о том, что в глазах Бога мы все уникальны, и к каждому из нас он подходит как-то иначе, по-своему, каким-то особым уникальным образом. И можно полагаться на это внимание Бога, на его понимание того, что представляет собой каждый из нас. И это действительно, помимо прочего, освобождает нас от обязанности сравнивать себя, ну, не обязанности, а нашей склонности сравнивать себя друг с другом. И вот Господь дальше говорит в этой главе, что на самом деле, конечно, одним из результатов того, что люди выбирают Господа, оказывается разделение между ними. И он говорит, огонь пришел я низвести на землю, и этот огонь, который зажигает сердца людей и делает их друг от друга отличимыми, особенными. По-видимому, этот образ светильника или свечи был важен вообще для Иисуса, и он в разных контекстах не раз, неоднократно употребляет его. И дальше говорит о том, что ваша же ответственность внутри себя быть источником примирения и мирись с соперником твоим, пока ты еще идешь к судье. Он вовсе не имеет в виду, что мы все, как один из детьми, должны заставлять себя стройными рядами шагать в светлое будущее. Нет, каждый входит в этот огонь Царства Божьего сам, отдельным и, в общем, уникальным путем, но при этом необходимо хранить мир друг с другом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...